Дома правительства То есть те планы, которые мы ставим, мы их выполняем, но нам нужно двигаться более интенсивно и на 2016 год у нас очень-очень много работы. Но за это нужно успеть выполнить все, что поставили себе планы. В первом чтении были рассмотрены и приняты четыре законопроекта. О таможенном регулировании в ДНР докладчиком выступила начальник отдела парового сопровождения таможенного дела управления паровой работы Министерства доходов и сборов ДНР Ирина Игнатенко. О паралимпийском спорте докладчик депутат Народного Света Андрей Мирошниченко. О временном порядке применения законодательства на территории ДНР докладчик депутат Народного Света Владимир Бедевка и содокладчик Сергей Рубин. Важный и долгожданный законопроект о статусе участников вооруженных конфликтов и боевых действий представила парламентариям депутат Народного Света Анжелика Доброс. Ранее, если вы знаете, был принят закон о ветеранах. Закон о ветеранах подразумевает в моем понятии то, чтобы стать ветераном нужно быть сначала участником чего-либо. То есть был ранее внесен проект об ополчении, насколько вы знаете, который был принят, но не подписан главой. И вот чтобы как, ну не совсем альтернатива, но тем не менее у нас очень много людей, воевавших с апреля месяца прошлого года, остались, скажем, за кадром. Вашим языком выражаясь. И чтобы все эти люди получили свой статус, был разработан этот законопроект. Я думаю, что данный закон снимет очень большое социальное напряжение, потому что на самом деле очень много людей раненых, семей убитых, ополченцев. Именно ополченцев, которые не могут добиться каких-либо социальных льгот, выплат, еще чего-либо, потому что нужна доказательная база того, что человек действительно участвовал в каких-то боях и где-то присутствовал. А так как законодательной базы под это у нас нет, поэтому это первое, что скажем. Потому что именно в этом законе говорится о статусе ополченцев, о том, дается само понятие ополчения, что такое народное ополчение. И затем уже дается временной определен промежуток, когда было именно ополчение. Также парламентариями был заслушан отчет группы депутатов о рабочей поездке в Ростовскую область Российской Федерации в законодательное собрание. Хотел бы поблагодарить и председателя за то, что мы съездили, естественно, поблагодарить Ростов. Очень тепло принимали, более того, готовы всячески оказывать нам содействие, поэтому было очень приятно. Я надеюсь, те материалы, которые я готов, наши коллеги, наши предложения, мы можем их проработать. И потом уже в форме определенных меморандумов заключить, поговорить с нашими ростовскими коллегами. Более того, у них есть интересная практика, которая была после присоединения Крыма с Россией, когда и в том числе депутаты, и чиновники, они так или иначе принимали опыт соответствующих собраний и соответствующих администраций в России, в Ростове, в частности, в Ростове. Для того, чтобы взять лучшее, а во-вторых, естественно, получить практику правоприменения этих или иных законодательных актов. Дмитрий Зиньковский, Дмитрий Русский, Алина Боярская. Специально для Новороссия ТВ. Дмитрий Зиньковский, 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 Д Субтитры создавал DimaTorzok